Ребятки, всем привет! Это Сибирь. 9 марта сегодня. Слушайте, вчера ходила снег, вот дорожками отгребала, очень прям сугробы были такие огромные. Территория у нас расчищена, поэтому казалось, что снега мало. А здесь вот прям по коленам мне было с краев, вот тут я наступала, прошла, прочистила, чтобы туда надо было мне. Вот, а сегодня уже все, сегодня минус 2, а вчера плюс 8 было, сегодня ветер такой ураганный, прям вообще сдувает, раздувает все. Смотрите, вчера прямо тут такая каша была, я накидала досок, сегодня уже можно это все убирать, но пока этим заниматься не буду, пока... Здесь вот еще сугробы оттаивают. Пока сейчас я приготовила летний наш вольерчик. Не вольерчик, гараж, беседка. Здесь у нас летом еноты гуляли. В общем, решила летом я их сюда не поселять больше. Сейчас привезу кроликов, которые уличные, большие. Маленький кроличонок домашний, он дома будет жить, в помещении. А сюда вот так вот постелила. Поехали мы за кроликами. Калифорнийец там, еще какой-то черный. Вот, и приедем, выпущу. И что мы тут в итоге получили с этого неба голубое уже радостно, хоть и ветер такой сильный. Вот здесь прямо лужи такие вчера были. Сегодня уже все. Сухой участок на горе. Вот. Здесь тропинку тоже откапывала вчера до мангала. Можно было уже и не кидать укрытия. Розы там у меня все мои снегом придавило. Сугробы были очень большие. Не знаю, что там перезимует в этот раз. О! Это вообще без укрытия осталось у меня на зиму стоит. Слушайте, ну она живая, по-моему. Снег сошел с нее. Можжевельники надписи выгорели. Делают надписи ручкой, когда продают вот во во многих садовых центрах. Они выгорают. Я не переподписала. К сожалению, уже и не помню, кто это. Ребята, два мешка кроликов четыре штуки. И в багажнике два мешка сена бонусом нам подарили. Сейчас поедем покажу маленько эту деревню. Калы называется. Хакасия. Бейский район. Деревня Калы. Витрины сегодня. Порывы до 20 метров. Холодно. Минус 3 где-то, минус 5. Так вот погода. Что-то аж сопли растаяли. Там один домик мне понравился. Сейчас покажу. Ой, ребята, кролики какие красивые вообще. Прям и люди хорошие такие вот, у кого взяли. У нас сюда раньше дороги не было в Калы выйти. От Саиногорска это получается что-то тут совсем рядышком. Километров 5 что ли. Недалеко. Такие домики все примерно стандартные в Сибири делают. Примерно все одинаково. Примерно все одинаково. А там с деревни выезжаешь, там дорога чистая. Уже. Я еще сомневалась сегодня ехать или не ехать. Потому что ветер такой. Я боялась, что нас с машиной вместе унесет вообще. Вот он, он этот домик. Смотрите. Беленький с зеленой крышей. Четырехскатная крыша. Я вот такой хочу. Ну, это вот просто они обшили. Обшили старый дом. Они вот такие вот все. То есть квадратный дом. С четырехскатной крышей. Это вот идеальный вариант. И по феншую, и по всем остальным меркам. Мы такой, наверное, себе и будем делать. Ну, примерно как бы. Да, вот они вот такие вот все стоят. Просто тот обшили. Он так аккуратненько смотрится. Тоже примерно такого типа. Вот этот. Они все эти дома брусовые. Там тоже белые. Кулики шевелятся наши. Там один калифорнийский, два черных. И серебристый. Такой красивый вообще. Но они огромные. Я думала, они меньше на самом деле. Ну, примерно что? Понятно, да? Вот такая вот. Здесь дома очень дорогие. Потому что город прям вот под боком. Город рядом. Здесь люди все в городе работают. В деревне понятно тут ничего. Ну, кто хозяйством живет? Большинство, конечно, в городе работают. Это можно сказать, что это пригород даже. Еще маленько покажу. Сюда автобусы ходят. Из города, если кто-то без машины. Если в Ind Grade это человека от Ти drinks. Офигеть появлюсь. Уб –у. Уб –у. Уб. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята, пять с половиной кубов, говорит, там 16 тысяч стоят Ой, это прям очень хорошая цена Очень крутая цена Дорого, короче Вернулись в Сизую Подъезжаем к дому Дороги здесь уже сухие, чистые У нас там кусочек единственное, что Наши 500 метров Злополучные с ямами На которых я машину Все поубила Уже речка даже отошла Ручеек бежит Ребята, вот этот дом продается С красной крышей, зеленый заборчик По-моему, 6 миллионов он стоял на Авито Посмотрите Новый дом, новый Прям вот при нас строили его Тут Будет 4, как Назад начали строить Подняли его Неплохое место Там на Авито Объявление есть Сизая По Сизой Смотрите Внутри фото Там есть тоже Интересно так все Сделано Но К нам вот такая дорога Здесь Как бы Не Равняли грейдером Грейдер ходит Периодически Равняет Почему-то Ямы на одном и том же месте Они возникают Никак Не победите Те ямы Тут Наша песчаная гора Многие спрашивают Зачем мне дача Зачем мне дача Ребят Проще Заиметь Дачу И там Сажать Что-то Ну с нормальной почвой Песок У меня здесь Песок Понимаете Вот сейчас Мы поедем Видно Вот срез Вот здесь Люди Приезжают Вот сюда Песок Берут Для всяких Разных Дел Своих Вот у меня Вся вот такая Почва Весь участок Песок Там Неизвестно Насколько Вообще Километров Вниз То есть Там Удобряй Не удобряй Поднимай Грядки Не поднимай Бесполезно Вообще Но Что-то Я пытаюсь Что-то Делаю То есть Подбираю Растения Какие-то Для огорода Для огорода Для Выращивания Еды Какой-то Конечно же Вот Дачу Мы себе И Пытаемся Заиметь Обойдемте Кроликов Кроликов Заживать Сейчас Сильно Достану Скачу Ух ты Достану Достану Дрог Дрог У нас Совсем Не осталось Без Дров Остались Дрог Дрог Доброе Штуру Дмитрий Непри 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 Мином Доброе Зайчики Музыка Сейчас мы их разрежем. Смотрите, какие они красивые. Вот этот какой серебристый. Ой, какие красавчики. Сейчас они обнюхаются, адаптируются. Ну что, пошли сено им принесем. Красавчики. Огромные такие вообще. Ребята, я в шоке. Посмотрите, что творится. Как говорится, с корабля на бал. Ну а что стесняться? И долго ждать. Недолго думая. Да, попробуй догони сначала. Короче, овес им поставила. Сено сюда, воду сюда. Здесь домик. Коврик. Кресло. Пока так. А там посмотрим. Жили они, жили они в клетках, поэтому... Слушайте, ну ты герой-любовник. Ты на мужика-то куда ты лезешь, батюшки? Или ты не мужик? Вроде мальчик это должен был быть. Большой серый. Здесь у нас все под замочком. Короче, понятно. У нас герой-любовник тут нарисовался один. Казанова. Ну что ж. С дровами беда. Ребята, пошла я искать дрова. Где купить, обзванивать. Ветер вроде подзакончился. Ну сейчас уже пока не буду эти доски убирать. Пусть еще полежат. Начнет вот это дотаивать. Опять здесь будет мокро, грязно. Уберу, наверное, когда хочу гравием пока тут засыпать. Дотает снег. Хотя, чего уже ждать. Здесь-то уже растаяло. Можно, в принципе, и заказывать машину. О! Слушайте, столько всего. Я даже не знаю, за что браться, за что хвататься. С чего начинать. Начнем с того, что пойдем печку затопим дома. Оставайтесь на канале. Всем пока.